Добрый день, уважаемые коллеги. Рад вас всех видеть. Я расскажу о PHP 7. На прошлой конференции партнерской очень многие задавали мне вопрос, когда Bittrex будет поддерживать PHP 7. Тогда я отвечал, что скоро-скоро, и вот сегодня я бы хотел поговорить об этом. Как всегда, задавайте ваши вопросы в приложении, постараюсь на них ответить в конце. Меня зовут Вадим Думбровану. Я руковожу производством в Калининграде. Помогать мне будет Денис Шаромов. Вы его уже знаете. Он расскажет про виртуальную машину. Итак, коллеги, кто из вас уже перешел на PHP 7? Кто хоть один проект запустил? Отлично, я вижу, два человека подняли руку. Давайте поаплодируем этим смельчакам. Коллеги, вы первопроходцы. Мы третьи, Вадим, мы третьи. Вы на волне прогресса, вы молодцы. Почему же всем остальным нужно переходить? Поднимите, пожалуйста, руку, кто хотел бы перейти в будущем. Видите, намного больше рук. Это значит, что доклад, наверное, будет вам интересен. Итак, почему нужно переходить на PHP 7? Прежде всего, он быстрее. Он в два раза быстрее. Но какой же он все-таки быстрый? И это не единственное преимущество PHP 7. Как мы говорим, у него в два раза больше попугаев. Попугаи – это то, что выводится в панели производительности в продукте. Это некая абстрактная цифра, которая показывает производительность. Так вот, попугаев стало в два раза больше. В три раза сократился расход памяти PHP. При этом перейти на PHP 7 не так сложно, потому что они обеспечили достаточно высокую совместимость. Ну и для нас, для программистов, есть ряд новых возможностей, которые в будущем мы, наверное, будем использовать. Как убедиться, что PHP 7 быстрее? Потому что многие об этом пишут, но как это пощупать? Конечно, нужно провести тестирование. Мы сравнили две версии PHP 5.6 и 7.0. Для этого мы взяли нашу последнюю переработанную версию магазина, наполнили ее десятью тысячами товаров и разместили на абсолютно одинаковых инстансах Амазона. И запустили нагрузку в 50 потоков. Сейчас вы увидите шокирующие цифры. Вот красненькое – это то, что было, зелененькое – то, что стало. 7 против 5.6. Практически в два раза увеличилось по панели производительности цифра. Время генерации в два раза меньше. Вот время генерации. Соответственно, мы стали больше обрабатывать запросы в секунду. Снижение потребления процессора позволило уменьшить нагрузку в целом на систему. То есть, вы видите, было 22 средняя загрузка, осталось 7.5. Вообще-то это значительная величина. А по памяти я буквально был изумлен. Для меня это был большой сюрприз. То есть, я до этого знал, что в два раза быстрее. Но то, что в три раза меньше памяти… Посмотрите, это в три раза. Такого я не мог предположить, пока мы это не измерили. И по графикам это хорошо было видно. Вот у нас есть такие красивые графики времени генерации. Вот синенькое – PHP 7, зелененькое – PHP 5. Вот видите, как отличается на графике. И, соответственно, запросы в секунду тоже изменились. Представьте, что вы пришли на гонки. Вопросы будут в конце доклада. Представьте, что вы пришли на гонки, автогонки, и две машины абсолютно одинаковые с виду рванулись с места, и вдруг одна убежала вперед и финишировала первой с отрывом на два круга. Конечно, вас интересует, что с этой машиной. Почему эта версия машины вдруг оказалась такая быстрая? Давайте посмотрим, что разработчики PHP 7 засунули под капот этой быстрой машины. Почему она стала лучше и быстрее? Самое главное, что они изменили – это новый парсер. Теперь он на основе модели абстрактно-синтаксическое дерево. Вместо старого, так называемого, яка, который представлял из себя формальной нотацией языка. Теперь строится дерево, где операнды являются листьями, а инструкции – это узлы дерева. Это дерево позволяет построить модель страницы синтаксическую и потом компилировать ее. Лексический анализатор стал лучше из-за того, что у них новая модель. Теперь он контекстнозависимый. Для нас это означает, что мы можем некоторые ключевые слова использовать в названиях методов. Если раньше методы нельзя было называть if, for и так далее ключевыми словами, то теперь методы класса мы можем назвать if, for. И в какой-то степени это может позволить нам более красивую логику человеческую построить через название методов. Кроме того, переработали компилятор в байт-коды. Теперь он генерирует на 30% меньше строчек. То есть исполнителю теперь нужно на треть меньше команд переводить в бинарные коды и исполнять. Кроме того, исполнитель, интерпретатор байт-кодов, он оптимизирован по памяти и стал намного меньше памяти занимать. Это стало возможным во многом благодаря переработанной структуре ZVAL, внутренней, PHP. Если вы не знаете, то в прежних версиях PHP хранение обычного числа целого занимало не меньше 48 байт. Ну, вы понимаете, да, вот массив из 100 чисел, это вот нужно 48 байт уже умножить на 100. Таковы внутренние структуры ZVAL были. В PHP engine, как они называли в своем движке, они полностью переработали эту структуру. Теперь хранение целого числа занимает в три раза меньше памяти. Кроме того, они переработали работу со ссылками внутренними. У них были проблемы с обходом ссылок, проблемы с циклическими ссылками, проблемы с разыменованием ссылок у них были из-за того, что была неоптимальная структура. Теперь они все это переделывали на самом низком уровне, и именно это дало прирост в три раза по памяти и в два раза по производительности. Ну, нам как программистам, наверное, не очень интересно, что у них там внутри. Нас больше интересует новая возможность языка, что мы можем использовать из PHP 7. Вот полный список я привел в виде ссылки. Есть у них документ, который показывает полный список изменений. Я подчеркнул только самое важное. Ну, например, теперь в аргументах функции можно указывать скалярный тип. Раньше можно было указывать классы, а теперь можно и скалярный тип, типа int, string и так далее. У функции можно описать тип возвращаемого параметра. Появилось два новых оператора. Один связан с ESET-ом, интернат-ом оператором. Это вот два знака вопросика теперь можно использовать. Это укорачивает запись. Еще один с интересным названием – SpaceShip, космический оператор. Это для условного сравнения, которое возвращает теперь не только да-нет, но и минус один. Это удобно использовать в функциях сравнения, например. Гораздо короче теперь выражение можно записать. Ну и кроме того, теперь массивы можно дефинить как константы. Появились анонимные классы. Помните, раньше были анонимные функции. Их можно было конструировать лямбда-функции без названия. Теперь то же самое можно делать с классами через просто new и название класса. Появились уникодные строчки. Теперь можно эскипить уникодные последовательности в литералах. Можно использовать группировку use выражений. Ну вы помните, когда мы подключаем пространство имен, мы в столбик перечисляем строчку, там много всяких разных иногда повторяющихся пространств имен. Теперь можно это схлопывать, начиная слева, и только изменяющиеся части перечислять. Это называется группировкой инструкции use. И генераторы теперь могут возвращать значения. Но еще раз говорю, полный список вот здесь указан. Можете ознакомиться. Там и изменившиеся функции есть, и новые параметры функции и тому подобное. Отлично, мы все поняли, что у PHP 7 все хорошо. А как же у Bittrex D7? Можно ли его на PHP 7 использовать? Ответ да. Продукт готов к употреблению. Мы испекли эту пиццу для вас. Мы взяли самые свежие ингредиенты, подобрали все самое вкусное, положили все это на пиццу, засунули в печку и испекли. Вам осталось только взять это и подать красиво клиенту. Со своей стороны я скажу, что мы очень быстро испекли наш продукт для PHP 7. Вообще потому что для нас внутри в производстве переход на каждую мажорную версию PHP это прямо сродни отдельному релизу. То есть это тяжело. Каждый модуль нужно нам обеспечить совместимость с новой версией. А здесь как-то прошло все очень быстро и хорошо. Да, Вадим? Да, ручки вот они. И мы уже рекомендуем. Ручки-то вот они. Версия S16.5 полностью переработана для PHP 7. То есть мы боролись по этому списку совместимости, который был на предыдущем слайде. Мы проходили по всем модулям, по всем компонентам, проверяли, что там все работает, запускали тесты. Вот Олег, в частности, отдел тестирования запускали тесты, смотрели, где что отваливается. Мы повторно шли, правили и так далее. В процессе перехода мы обнаружили несколько ошибок самого PHP, 3 или 4 ошибки. Мы их зарепортили, поставили в PHP и в версии 7.0.8 в релизе они эти ошибки исправили. То есть они учли наше пожелание, согласились с тем, что мы им сказали, исправили и выпустили. Номера ошибок можешь привести? На память не помню, но можно всегда посмотреть. Но ошибки были связаны как раз со ссылками, разименованием ссылки неправильно у них было сделано. С PHP и FPM ошибка была связана, с глобальными переменами одна ошибка была связана. Но у нас груз совместимости, поэтому у нас много глобальных переменных. Вы, наверное, все знаете, что у нас много глобальных переменных. И вот в связи с переходом на модель абстрактного дерева они там ошиблись. И кое-что у них не заработало, пришлось им зарепортить. И наш облачный сервис Bittrex 24 тоже уже готов к переходу на PHP 7. Для сервиса это было не так просто. Дело в том, что там есть наш собственный экстеншн PHP 5, который мы поддерживаем. Он нужен для правильной работы сервиса. И нам пришлось на самом нижнем уровне по требованию PHP 5 его переделывать. Наш корпоративный портал уже несколько месяцев, 3 или 4 месяца работает на PHP 7. Поначалу мы ловили все ошибки прямо на нашем портале, прямо в живую правиле. Но сейчас он очень стабильно. Последние 3 месяца вообще без замечаний на PHP 7 работает. Что конкретно нам пришлось дорабатывать по продукту? Насквозь по всему продукту мы добавили поддержку MySQL. Это расширение для работы с базой данных MySQL. Если вы знаете, старое расширение MySQL объявлено устаревшим в PHP и во многих сборках PHP просто не поддерживается. То есть если вы попытаетесь вызвать функцию MySQL расширения, вам просто вернут, что нет таких функций. Произошло изменение в механизме исключений. У нас есть обработчики исключений. И поскольку изменилась иерархия, появились новые классы, нам начали падать исключения другого типа. И мы падали на фатальную ошибку. Но это тоже исправили. Было у нас местами несовместимое наследование. Это ужесточение требований с этой стороны PHP. Теперь нельзя объявить метод наследника, который отличается по типам и по количеству аргументов. Выдается замечание. Изменилась обработка переменных переменных. Это когда ими переменные содержатся переменной. Там изменился приоритет операции. Я чуть позже конкретный пример покажу. Появились новые зарегистрированные имена. Об этом я тоже чуть подробнее расскажу. Ну и в ходе всех работ нам пока PHP не зафиксировало отрепорченные нами ошибки, нам приходилось их как-то обходить. И какое-то время эти воркраунды еще останутся в коде, потому что мы пока еще не уверены, что люди будут ставить последнюю версию PHP с исправлениями. Вадим, слушай, какой-то от нас ожидается документик с рекомендациями? Что нужно сделать вам в ваших модулях, которые уже разработчикам Marketplace, например? Три типовые ситуации я расскажу прямо сейчас. И вы их можете всегда в презентацию видеть. Но в целом я опять-таки рекомендую использовать вот этот ресурс, потому что он исчерпывающий. Там есть все, и именно этим списком мы руководствовались. То есть если вы выполните все из этого списка, то вам ничего больше делать и не нужно будет. Итак, что вам как разработчикам нужно сделать, чтобы перейти на PHP 7? Из-за того, что изменилась приоритета в обработке имен переменных, нам пришлось переделать обфускатор. Поэтому если у вас есть модуль в Marketplace, если вы используете обфускацию, либо защиту триала по времени, вам нужно выпустить файл include.php в обновлении. Не обязательно менять сам этот файл, достаточно просто выпустить в обновлении, чтобы клиенты при получении получили его уже обфусцированным заново, новым обфускатором. Тогда он будет совместим с PHP 7. Также проверьте свой код по всему списку совместимости. Обязательно. Не полагайтесь на то, что оно само заработает. Нужно проверять, нужно запускать тесто на PHP 7, смотреть, не отвалилось ли. И хочу подчеркнуть, не забывайте, что если вы выставляете свой модуль в Marketplace, не на конкретный проект, просто папку local пишите, а в Marketplace, то у нас есть клиенты все еще на 5.3. И у нас в продукте объявлена совместимость PHP 5.3. Поэтому ее нужно учитывать, когда вы будете хотеть использовать новые возможности PHP 7. Всегда держите в голове, что если это тиражный модуль, то он обязательно попадет клиентам с версии 5.3. Повышать будем? Вопрос сложный. Мы сами очень хотим повысить минимальную версию PHP. Но несколько месяцев назад, когда мы задались этим вопросом, когда мы опускатор переписывали, Алексей Кирсанов не даст соврать, мы специально посмотрели статистику системы обновлений. 40% клиентов все еще на 5.3. Нас это безмерно огорчило. Но в то же время мы не можем переступить через это число. Мы надеемся, что внедрение PHP 7 как раз уменьшит эту цифру. Что естественным процессом клиенты будут мигрировать на PHP 7. И в течение года, двух, наверное, мы уже сможем от 5.3 отказаться. Давайте рассмотрим конкретные примеры, с чем мы столкнулись и чем, скорее всего, вы столкнетесь в вашем коде. У нас есть класс string с названием в namespace mainText. Он работает со строками. К сожалению, это название попало как раз в ключевые слова. Теперь его нельзя использовать. Поэтому мы объявили этот метод устаревшим. Его нельзя больше использовать. И редактор даже его подчеркивает, как невалинный. Его нельзя больше использовать. Поэтому если вы этот класс использовали, то вы должны переделать на другие классы. Часть функций ушла в binary string для работы с бинарными строками. Часть в HTML filter. Там, где же мне пришел чарс, вызывается. Вот он туда уехал. Второй момент. Тот самый порядок обработки переменных переменных. Сейчас порядок обработки, порядок приоритета строго слева направо. Поэтому раньше, если это было взять перемену, название которой содержится в массиве с индексом а, то теперь PHP 7 считает, что это взять название с переменной var, а потом обратиться к ней как к массиву по индексу а. Чтобы не было таких разночтений, теперь всегда нужно использовать фигурные скобки. То есть мы руками задаем приоритет. Сначала массив, а потом взять имя переменной из массива. У нас было несколько таких мест. Возможно, у вас тоже такие есть. Новая иерархия исключений. Я об этом уже упоминал. Вот у нас был обработчик. Сюда приходило исключение типа exception. Но вдруг оказалось в каких-то ситуациях, что приходит теперь тип error. Потому что новая иерархия, новые типы приходят. Мы не смогли здесь подставить hint throwable, который введен в PHP 7, потому что этот код уже должен работать на старых версиях PHP, где этого не было. Поэтому нам пришлось просто от hint избавиться. Поэтому обратите внимание, если у вас есть обработчики с явно заданным типом, от него, скорее всего, придется избавиться. Еще один пример — это несовместимое наследование. Опять-таки редактор подчеркивает, что функция уже невалидная. Обратите внимание, если в родительской функции сказано, что это тип массив, то в наследнике тоже должно быть, что это массив. Если нет этого слова, то выдается замечание. Таких замечаний у нас было много по продукту, не меньше 10-15. И в целом, посмотрите, опять-таки в документе по совместимости, ряд нотисов перешел в разряд уорнингов и ряд нотисов перешел в разряд деприкетит. Теперь, например, нельзя статический, не статический метод класса вызывать, как статический. Выдается деприкетит. Обратите на это внимание. Вот вы все это проделали. Посмотрели свой код. Теперь нужно обновить проект. Что для этого нужно сделать? Прежде всего обновить продукт. Обновлять продукт нужно всегда. В любой непонятной ситуации обновляйте продукт. В том числе ставьте модули из Marketplace, рассчитывая на то, что разработчики Marketplace тоже поправили свой модуль для PHP 7. Создайте тестовый сервер, накатите на него бэкап обновленного продукта. Проверьте, какие расширения используются на конкретном проекте. Убедитесь, что эти расширения переведены на PHP 7, потому что есть ряд специфических расширений. Они могут быть заброшены. Может быть какой-нибудь опкэш, который нужно заменить на штатный опкэш, а не использовать какой-нибудь там xcash и так далее. И после этого либо установите из пакетов свою операционную систему PHP 7, либо соберите из исходников в зависимости от квалификации вашего администратора. Потом переведите продукт в режим работы с расширением ICGLI. Это определите соответствующие настройки в файлах сетинса DBCon. Я писал в блоге, какие именно, и наша техподдержка тоже знает, какие именно. Ну и проверьте индивидуальные наработки проекта, чтобы они тоже работали. Как только вы это все сделали, у вас все заработало, вы можете считать себя экспертами по производительности, потому что вы с минимальными усилиями ускорили свой проект в два раза. Сейчас Денис расскажет, что изменилось в виртуальной машине, в том числе про PHP 7. Принимайте. Раз, раз. Друзья, я думаю, что вы теперь уже детально знаете, как можно сократить и улучшить, сократить процессорное время вашего сайта, как можно сэкономить ресурсы вашего процессора. Несколько слов о том, как можно сократить ваше время и сэкономить ваши ресурсы. Речь идет о нашей виртуальной машине. Пожалуйста, поднимите руки, кто использует нашу виртуальную машину или окружение. Очень много, очень много. Спасибо. Но не все. Или не все подняли. Хорошо. Значит, несколько слов о том, что это такое. Это новая версия нашей машины. Это так же просто в настройке и так же быстро в разворачивании, как это было раньше. Ключевые изменения, которые вы здесь увидите, это поддержка 7-го CentOS и PHP 7, который будет включаться в один клик. Сейчас я немножко подробнее об этом расскажу. Далее. Ну, коротко, что такое виртуальная машина, почему это надо использовать, написано на слайде. Я только хочу напомнить, что когда мы говорим виртуальная машина, мы подразумеваем два решения. Собственно, виртуальную машину – это система, которая запускается внутри вашей операционной системы, на Windows или на любой другой системе. Она удобна для тестирования проекта, может использоваться и на боевой эксплуатации. Удобно очень переносить проект. Вы можете всегда запустить, заархивировать его, записать на флешку, принести клиенту, показать ваш сделанный рабочий сайт, также его вытащить и унести. За 10 минут, да, получается, можно? У тебя слайд, да? За 10 минут? Да, тут вот как раз слайд очень удачный, потому что Иван показывает ограничение времени. И если у вас завтра сдача проекта, а сегодня надо все развернуть, у вас есть только 10 минут, значит, вы берете пакет, ставите все, и все работает. Либо вы, как я говорил, используете виртуальную машину, либо RPM пакет. RPM пакет – это установщик для CentOS Linux, на котором он ставит все необходимые программы, и это занимает фактически не более 10 минут. И, соответственно, что я хочу сказать, когда мы разрабатываем нашу виртуальную машину, мы берем за основу наш же пакет, просто оборачиваем его в виртуальную машину для вашего удобства. Меню в новой версии, меню функционально останется тоже, добавятся пункты управления базой, пункты управления PHP. Сейчас я немножко подробнее дальше об этом остановлюсь. Ну, в общем, напомню об основных функциях виртуальной машины. Возможно, вы не все это знали. Очень важная функция – это автоматическое изменение конфигурации под объем оперативной памяти. Вообще, это исключительно удобно, когда это делается автоматически. Скажем, в ситуации, когда у вас сайт работает где-то на виртуальной машине, на хостинге, и ему не хватает ресурсов. Вы просто докупаете у хостера память, перезагружаете машину, и она меняет конфигурацию на основе нового доступного количества памяти и работает более эффективно на этой системе. Ну, также вы можете управлять сайтами на этой машине, можете управлять нодами кластера и базы данных, и веб-ноды. У нас на прошлых конференциях мы более подробно останавливались, показывали, демонстрировали, как это происходит. Это все происходит в автоматическом режиме и фактически с минимальными усилиями с вашей стороны. Есть поисковая машина Sphinx, есть Memcache. Все это вы подключаете по мере необходимости, в зависимости от вашего проекта и в зависимости от наличия ресурсов на вашей системе. Ну и новая возможность это включение, переход на PHP 7 одной кнопкой, причем, вернее, не кнопкой, в этом случае, а пунктом меню. И в этом случае я должен отметить вот что. У нас будет возможность откатиться назад. Дело в том, что переход на PHP 7 это не просто изменение какой-то конфигурации, одной строчки конфигурации. Это подключение репозитариев, загрузка новых версий пакетов. То есть это довольно серьезное обновление системы. И тут могут возникнуть ситуации, когда после такого системного обновления проект просто не стал работать. Чтобы эти ситуации минимизировать, мы предусмотрели вариант отката. То есть вы нажимаете кнопку и вернулись к прошлой конфигурации. Ну и огромное число функций. Если на всех их останавливаться, то времени нам доклада точно не хватит. В новой версии переход на 7-й CentOS. Вообще давно просили. 7-й CentOS это новая, можно сказать, самая современная серверно-операционная система. Бесплатная, она очень популярная сейчас. Она становится все более и более популярной. И для нас это вообще большая-большая работа, потому что система эта имеет новую модель управления службами. Для нас потребовалось переделывать скрипты наши. И фактически сегодня это означает поддержку двух веток виртуальной машины. Мы планируем со временем отказаться от шестой версии, когда хостеры перейдут постепенно на седьмую. А пока мы поддерживаем две, одновременно две версии. Шестую и седьмую. Виртуальная машина будет выходить в двух вариантах CentOS 6 и CentOS 7, а пакет будет универсальный. Соответственно, кнопка включения PHP 7, о которой я говорил, управление базой будет теперь тоже доступно через меню. Работа без пароля с базой не будет. Вы сможете через меню управлять пользователями сайтов. Будут автоматически заводиться пользователи для сайтов. При загрузке будет автоматически генериться пароль рута. Вы сможете его поменять в случае необходимости. И такое заметное существенное изменение это работа кластера. Если у вас довольно большой проект, а для кластера это чаще всего, и при кластере возникает как раз ситуация, когда у вас большой проект, то на синхронизацию файлов уходит существенное время. И это могло приводить к простоям сайта. В новой версии машины кластер будет включаться в два этапа. То есть вы нажали кнопку добавления ноды, пошла синхронизация файлов. В этот момент основной сайт работает, основная нода работает в прежнем режиме. И после того, как вы увидели, что перенос закончился, он завершился успешно, синхронизация идет, вы нажимаете кнопку и подключаете вторую ноду. И в этом контексте нам кажется интересной идеей сделать возможность копирования здесь ноды с целью создания резервной копии машины. То есть если мы сегодня это делаем через систему переноса, то в перспективе это можно было бы делать через меню синхронизации кластера. Я тебе немножечко потороплю капельку. Да, я тут еще ряд изменений менее существенных. Не будем на них тогда останавливаться. Собственно, алгоритм перехода на PHP 7 довольно простой. Положим, у вас есть какой-то сайт, который работает на нашей машине. Хорошо, если на нашей сайт или корпортал или на чем-то другом. Вы хотите перевести его на PHP 7. Вы поднимаете нашу виртуальную машину, делаете резервную копию вашего проекта внутри управления сайтом. Да, ну и, конечно, как говорил Вадим, в первую очередь обновить надо систему Bittrex. Обновили Bittrex, сделали резервную копию, восстановили его внутри виртуальной машины. В этот момент у вас еще стоит PHP 5.3. Насколько я помню, у нас там версия. Или 5.6, сейчас 5.6. И убеждайтесь, что все работает. Восстановилось, все работает, проект работает нормально. После этого переключаете на седьмой PHP. Теперь у вас на тестовой машине есть ваш проект на седьмом PHP, и вы убеждаетесь, что все работает, либо доделываете свои скрипты. Далее в идеале было бы поменять роли, то есть полностью рабочая система становится боевой. Боевой сайт становится резервным, а тестовая становится боевой. Если это невозможно, то повторяете эти действия на боевой машине, а тестовая становится как резервная копия. Вот, собственно, что касается переноса. Коллеги, коллеги, горячо призываю вас. Переходите на PHP 7. Мы сделали для этого все, что от нас зависит. Теперь сделайте вы все, что зависит от вас. Вы предстанете экспертам перед клиентом. Придете и скажете, я знаю, как ускорить ваш проект в два раза. Я переведу его на PHP 7, и все залетает. Для нас, для всех, тех, кто пользуется PHP, это важный шаг в развитии платформы. Мы все любим PHP, мы хотим, чтобы он развивался, и вот он развился. Мы получим ускорение в два раза. При этом наши усилия на переход не будут значительными. Практически все уже готово. Мы считаем, что в течение года распространение будет очень широкое в PHP 7. Что все хостеры уже будут его предлагать, как стандартную опцию. Перейти на PHP 7 будет выгодно не только клиентам, потому что у них сайт заработает быстрее, но и хостерам, потому что для них это будет использование ресурсов более экономное. Кроме того, по некоторым нашим данным, есть мнение, что хостеры будут даже выдавливать клиентов на PHP 7 из-за того, что он быстрее и меньше тратит ресурсов. Возможно, они будут это тарифными планами стимулировать или еще как-то. Но у нас есть не больше этого предстоящего года, чтобы перевести всех на PHP 7. И это будет хорошо. Спасибо. Коллеги, у нас совсем мало времени. Я задам лишь только один вопрос. Денису про виртуальную машину. Когда? У нас сейчас есть альфа-версия внутри компании. Мы ее сейчас доделаем. Потом передадим в отдел тестирования. И я думаю, в течение месяца-двух мы уже дадим версию партнеру. То есть ориентировочно стоит ожидать полноценной виртуальной машины где-то к осени, да, подозреваю? Да, я думаю, что осенью уже должен быть готовая стабильная версия. RPM-пакет одновременно будет с машиной. Потому что процесс выпуска, он последний. То есть одновременно они выпускаются, делаются технологически. Давайте я подойду к вам с микрофоном. Последний вопрос. Докер. Будем двигаться дальше. Сейчас активно используем докер-контейнеры. Сейчас активно используем докер-контейнеры. И хотелось бы также иметь докер-имиджи в том же докер-хабе, например, под битрикс. Я знаю, что они широко используются. И в рамках использования CentOS вы сможете использовать докеры. Окей. Спасибо, Денис. Спасибо, Вадим. Спасибо вам.